МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светлогорск химволокно презентовала коллекцию оденья с разумного текстилю. Яно призначено для спорта и активного отпочинку. А прочитаго с разумных ниток можно выраблять медицинские бинты и бандажи. В ассортименте 12 видов трикотажных полотна. Уся род заказчиков вытворцы текстилю с Беларуси и близкого замежа. Завод полиэфирных текстильных ниток – наибуйнейшее подобное предприемство в Европе. Сегодня яно супрацовничая за маль 40 краинами. Сегодня протягнуть работу традиционные промые телефонные линии. У Гомельске был выконками. Из ворота Жихара у региона премьер-наместник-старшини Андрей Васильевич Конюшка. Нумер для звонков – 75 12 37. На пытание Гомельчан откажет наместник-старшини Гарвыконкама Сергей Анатольевич Радзюк. Звертаться в арта по телефоне 75 18 54. Час работы промых линий с 9 до 12 годин. Ахоп подлетков позаурочной занятостью и эффективность профилактики правопорушения уся род неполнолетних. Накольки тесно у этих накерунках взаимодейничают затекавленные службы, а мерковали на посяжении Гомельского Гарвыконкама. Покажек позаурочной занятости на початок года склад 97%. Почас вясновых каникулов не один из 44 тысяч детей Гомеля не здействнил правопорушения. Увоголе за первый квартал года региструется снижение подлетковой злочинности на 3%. Это можно лечить выникам проведения профилактических мероприемств. Таких, например, яг-проект подназывай «Я Патриот». А кроме того, в гомельских школах денешают 42 клубы юных сябров милиции. У их ведут правовую, асветницкую работу с детьми и их батьками. Отбылось опасяжение правления областной организации Белорусского Союза Жаншин. Мероприемство проходило в поширенном формате. На парадку была роль организации в развитии жанрочного предпринимательства, формирование экономичного мышления и стимулирование минавито-жихарок региона до реализации уластных бизнес-инициатив. Такие мыты ставить перед собой областный союз Жаншин. Выпрацывать тактику работы в этом направлении допомагают партнеры. Это местовые улады, бизнес-школы, организации и агентства по поддержке приватного бизнеса и высшие научные установы. З нагоды с светлого дня здоровья на Пляцовце Гомельского медицинского колледжа разгорнулася тематичная территория здоровья. Почас мероприемства наученцы и выкладчики медицинского колледжа пропоновали усім жадающим вымирать свой артериальный тиск и вызначить индекс массы тела. Основной темой Пляцовки в этом году стала профилактика депрессивных расстройствов. Гэта хвороба негативно отбивается на житядейности и процессдольности человека. Навученцы колледжа пропоновали свои способы боротьбы с депрессией. И они подрыхтовали серую добрых пожаданиям, упакованных у поветрные шары. А так само солодкие антидепрессанты – шоколад и цукерки. Створать добрый настрой на Пляцовце допомагали ростовые ляльки. Сегодня у Гомеля открывается мотосезон. Мероприемство почнется у 11 годин на площади Ленина. После шага у супроводжений супрацовников державной инспекции мотоколонна накируется по центральных улицах города. Основная программа разгорнется каля детячого городка техничных видов спорта по улице Иншагородней. Подчас мероприемства можно будет сдать экзамен на категорию А1. Теорию и навыки вводжения мотоцикла проверить инспектор ДАИ. Сегодня у передачи «Эрудит-пятерка» на телеканале «Беларусь-Чатыры» черговая встреча юных интеллектуалов. Темп викторыны достатково высокий. За 25 минут дельники поспевают отказать на десятки каверзных пытанев. Короткие загадки от ведущего, вядомого знавца Леонида Климовича, потребуют и мгненной реакции гульцов обе двух команд. Сегодня у «Эрудит-пятерцы» встречаются юные выхованцы интеллектуальных клубов Гомеля и Рогачева, как поспаборничать у теме профорентации. Глядите новый выпуск викторыны для школьников у 15.30.